Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги! Мы хотим представить небольшой клинический случай для разбора нашей пациентки с ранним раком молочной железы. Пациентка 66 лет, в менопаузе, которая не имеет какой-либо чрезвычайно выраженной тяжелой сопутствующей патологии, здесь достаточно все стандартно, заболела раком правой молочной железы. Диагноз был верифицирован 5 декабря 2018 года, то есть совсем недавно, при секторальной резекции правой молочной железы, в связи с тем, что при пункциях результат был неудачный, под сыто ответ подозрения на рак, узел более 1 см, материал был направлен на иммуногистохимический анализ. При иммуногистохимическом анализе после секторальной резекции, картина соответствовала тубулярному раку низкой степени злокачественности, в связи с чем пациентке 21 декабря проведена радикальная операция. Таким образом, у пациентки первичная текущая стадия Т1С001 стадии. При иммуногистохимическом анализе высокая экспрессия эстрогенов, нулевая экспрессия прогестеронов, низкий КИ-67 и ГЕР-2 отрицательная, то есть нет экспрессии ГЕР-2, то есть люминальный Б, ГЕР-отрицательный биологический тип. При гистологическом исследовании после операционного материала не было выявлено метастатического поражения региональных лимфов узлов. И таким образом у нас возникли следующие вопросы. Проводить ли нам адювантную химиотерапию с антрациклинами или без, естественно, с последующей гормонотерапией, или, учитывая низкую степень злокачественности опухоли, все-таки возраст уважаемый больной старше 60 лет, и наличие высокой экспрессии эстрогенов проводить только антигормональную терапию тамексифеном или ингибиторами ароматаза. Ну, мы вчитались в Русско, и наш химиотерапевт перенял решение о проведении 4-х адювантных курсов химиотерапии по схеме антрациклина плюс циклофосфан, учитывая, что у пациентки не было противопоказаний к антрациклинам и размер опухоли менее 20 миллиметров, и после окончания программы химиотерапии тамексифен 20 миллиграмм в сутки 5 лет, так как пациентка в менопаузе, и у нее нет каких-либо других факторов риска. Правильно ли мы решили? Все? Да, спасибо большое. Ну, ситуация как бы частая, когда опухоль небольшого размера, гормонозависимая, низкая полиферация. Ну, кишки совсем так на грани, 21%. 21%. 21%. А опечатка, наверное, нет, это другой случай просто. Это другой случай, Владимир Владимирович. 1%, да. Ну, то есть низкая полиферация, молодец. Да. Но здесь, по-видимому... Табулярная рак еще. Да. Табулярная рак еще. Ну, значит, по-видимому, вот на решение все-таки начать с химиотерапии, по схеме ОЦА, повлияло отсутствие экспрессии рецепторов к прогестерону. Дело в том, что по международному стандарту здесь обычно рекомендуется одна гормонотерапия, тамексифен, если есть противопоказания к тамексифену, то ингибитор ароматазы. Если сохранная операция, то лучевая терапия на молочную железу. Ну, видимо, все-таки сыграла роль, что это уже как бы серия работ выходит, что при низкой экспрессии и отсутствии экспрессии рецепторов прогестерона нельзя отнести опухоль чисто так к криминальному А. Значит, здесь скорее тенденция к криминальному А. Но все равно, даже и так, ну, сейчас, конечно, когда уже все свершилось, где все обсуждать, все-таки лучше обходиться одной гормонотерапией. Ну, по крайней мере, ингибитор ароматазы там и так далее. Вот мое такое. Спасибо. Большая просьба всей панели экспертов высказаться. Если позвольте. Если позвольте. Мне просто даже интересно разобрать вопрос, не насколько правильно или неправильно, а у пациентки табулярная карцинома. Насколько правильно табулярную карциному, это, наверное, вопрос Ткани Сергеевне, она лучше объяснит, насколько правильно табулярную карциному относить к классификации люминальных форм рака молочной железы? Потому что табулярная карцинома все-таки отличается от привычной инвазивной протоковой. Абсолютно правы, Петр Владимирович, потому что табулярная карцинома относится к специфическим формам рака молочной железы, в отличие от неспецифицированной карциномы. Хотя на самом деле все раки молочной железы классифицируются молекулярно на вот эти люминальные и не люминальные подтипы, но тем не менее вопрос в том, что табулярная карцинома по определению это очень высоко дифференцированная протоковая карцинома. И они в более чем 95% случаев, мало того, что интенсивно экспрессируют рецепторы стероидных гормонов, экспрессируют оба рецептора. То есть здесь, в общем, встает вопрос относительно того, что рецепторы прогестерона не просто ниже, чем рецепторы эстрогена экспрессируются, а их вообще нет. Поэтому, может быть, имеет смысл связаться с вашими патологами и уточнить этот момент. То есть то ли это не табулярное, то ли это не ноль прогестерона? В общем, ну, бывают всякие ситуации, конечно, мы не можем исключить подобное, но тем не менее, мне кажется, в такой ситуации можно было уточнить. И, в общем, лишний раз контактировать с патологами, это полезно, мне кажется. Спасибо. Ну, все равно криминальная муласть. Позвольте тоже прокомментировать. Вот в данной ситуации ожидаемая эффективность химиотерапии в плане вклада в увеличение общей выживаемости составляет менее 0,5% в 10-летней перспективе. Химиотерапия действует не селективно. Она убивает опухолевые клетки в процессе деления. То есть каждый раз, когда вы проводите цикл химиотерапии, вы рассчитываете, что вы уничтожите некую фракцию делящихся клеток. Если индекс пролиферативной активности составляет 1%, то за курс химиотерапии вы потенциально можете уничтожить определенный процент от 1% делящихся клеток. В данной ситуации при первой стадии заболевания гормонозависимом раке при низкой гистологической степени злокачественности – это интегральная оценка степени опухолевой АТП. Но это не только прогностический фактор, это еще и предсказательный фактор в отношении чувствительности химиотерапии. И мы знаем, что опухоли с высокой гистологической степенью злокачественности потенциально высоко чувствительны. Опухоли с низкой гистологической степенью злокачественности нечувствительны к химиотерапии. Химиочувствительность и гормоночувствительность – это как две чаши висок. Как правило, чем более опухоль гормоночувствительна, тем она менее чувствительна к химиотерапии. И в данной ситуации я лично вообще никаких показаний к проведению химиотерапевтического лечения у данной больной не вижу. Марина Николаевна, у вас возникли какие-то вопросы к экспертам? Нет, нам все понятно. Мы в следующий раз будем больше приставать к нашим вистологам. Они все слышали, они здесь. Так что они обратят тоже внимание на такие показатели. Счастье. Да, и… Парфитоксал не назвал. Да, да, Анна Сергеевна, пожалуйста. Для гистологов, наверное, тоже. Потому что рецепторы прогестерона являются своеобразным внутренним контролем для патологов в том числе. Потому что они являются зависимыми по отношению к эстрогеновому пути. Поэтому если эстрогеновый путь сохранен, то есть если есть экспрессия рецепторов эстрогеновых гормонов, то мы ожидаем, что мы в том или ином виде увидим все-таки экспрессию рецепторов прогестероновых гормонов. Если же мы видим низкую экспрессию эстрогенов, тогда мы можем ожидать, что мы можем своими методами не уловить экспрессию прогестероновых рецепторов. Очень редко бывают ситуации, когда при отсутствии эстрогенов мы видим экспрессию прогестероновых рецепторов. Это тоже ситуация, которая требует более детального разбора, потому что существуют определенные механизмы, которые приводят к тому, что мы не видим конечного продукта, то есть рецептора эстрогенов при сохраненном эстрогеновом пути сигнальном. Есть другие механизмы, которые позволяют его выявить, и в таких ситуациях ингибиторы ароматаза могут работать. Поэтому мы не просто так рецепторы прогестерона красим, имеет смысл на них обращать внимание, и в том числе и в плане внутрилабораторного контроля качества этого метода исследования. В принципе, не может быть экспрессии рецепторов прогестерона без экспрессии рецепторов эстрогенов. В принципе. Хотя дают ответы, но механизм не позволяет. Поэтому считается, что именно экспрессия рецепторов прогестерона даже имеет большее значение при выборе гормона ТРПЧМ, экспрессии, кота или иная рецепторов эстрогена.